Доступная среда в каждой школе – один из главных ориентиров целевой программы, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья имели такие же права и возможности, как и обычные дети. Во многих образовательных учреждениях республики началась ее реализация. Учебные здания и сооружения приводятся в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Они станут доступными для детей-инвалидов. Комсомольская школа номер два – единственная в районе, где реализуется проект «Доступная среда». По федеральной программе учебное заведение получило почти 2 миллиона 800 тысяч рублей. На эти средства удалось переоборудовать четыре туалета, заменить деревянный пол в коридоре на плиточный, обустроить сенсорный кабинет. Кстати, в этом кабинете будут заниматься не только дети с ограниченными возможностями, но и те школьники, которым нужна психологическая разгрузка. Программа «Доступная среда» предусматривает и повышение квалификации педагогов. Учителя этой школы уже прошли переподготовку и готовы работать с детьми-инвалидами. В сентябре 2013 года дети с ограниченными возможностями начнут посещать школу наряду с обычными. По программе «Модернизация образования» в этом году учебному заведению дополнительно были выделены средства из федерального бюджета – более 2 миллионов 500 тысяч рублей. На эти деньги поменяли крышу, старые окна заменили на пластиковые, отремонтировали спортзал. Это единственная школа в районе, в которой введен электронный документооборот. Все 372 ученика находятся под пристальным вниманием педагогов и родителей. Кроме оценок, родители могут узнать расписание занятий, домашние задания и даже общаться онлайн с учителями. Вся информация об образовательном процессе ежедневно вносится в базу данных. Благодаря такой прозрачности и открытости удалось значительно повысить успеваемость учеников.